Поступил отличный вопрос от юзера Inguidee. Сейчас я его зачитаю. Делаю первую электрогитару. Наступил момент заказа заготовок для грифа. Из доступных вариантов бланк грифа из African Mahogany и Rock Mapple. Для накладки есть выбор из Avancola, Venge, Черное Дерево, Класс Б и Пауферра. Вопрос следующий. Из чего проще сделать первый гриф? Есть ли вероятность того, что, например, с определенной породой сложнее работать? Суперский вопрос. Я сегодня полдня как-то его вертел в голове. Не то, чтобы я занимался только этим, но было приятно о нем чуть-чуть порассуждать. Я нарассуждал то, что, во-первых, я ничего не знаю об Avancola. Я пару раз шлифовал из него накладки, но я никогда их не делал. Поэтому про Avancola не ко мне. Я отговорю вас от Venge, потому что Venge, во-первых, очень чувствительна к распилу относительно вашей заготовки. То есть, если вы делаете нерадиальный распил на накладке, то и вот эти вот его красивые полосочки, да, они расплываются в такие аморфные пятна на поверхности накладки. Выглядит это, как правило, безобразно. Кроме того, поскольку плотность этих вот темных и рыжих слоев, она немножко разная, то когда вы шлифуете Venge мягкими абразивами, там могут немножко проваливаться одни полоски и выделяться другие, как, например, при шлифовке ясеня. И это тоже может немножко осложнить жизнь. Ну и Venge, кроме того, склонны колоться. Еще мне просто не нравится, как оно выглядит. Вот прям не люблю Venge, извините. Могу быть поэтому предвзятым. Что касается выбора между черным деревом и Pauferro, это выбор сложный, потому что, в принципе, Pauferro гораздо менее капризный материал, оно чуть-чуть более упругое, и оно практически никогда не колется, и с ним, на самом деле, очень комфортно работать. То есть это такой супер жесткий, супер плотный палисандр. С одной стороны, очень беспроблемный, а с другой стороны, по жесткости, по своей вот этой звонкости, да, он сравним с черным деревом. Я очень люблю Pauferro. Но при этом Pauferro требуется защищать от пальцев. Если просто покрывать его лиманным маслом, то оно со временем начинает очень противные такие давать грязные следы на накладки, которые ничем, кроме циклевки, не убираются. Это во-первых. А во-вторых, все-таки черное дерево, несмотря на то, что оно более капризное и более колкое, гораздо легче привести в порядок, потому что какие-нибудь трещинки, выщербленки по краям ладовых пазов вы можете просто заливать черным компаундом, в смысле суперклеем с красителем. Запросто вы можете его заливать. И, конечно, что-то будет заметно, но по сравнению со сложностью заделки каких-то сколов или ошибок на Палисандре, на Pauferro, на других рыжих породах, у черного дерева есть большое преимущество, потому что оно черное. В общем, я считаю, что это баш на баш. Выбирайте то, что вам больше нравится по своим эстетическим качествам. Это было про накладки. Фига себе, две с половиной минуты. Ну, что делать. Про грифы я хочу сказать, что на самом деле поработать с красным деревом – это, мне кажется, очень ценный опыт. Потому что поработать с кленом вы можете, приехав в деревню, делая там рогатку. Ну, если вам 10 лет, и вас отправили в деревню на 3 месяца, и там нефиг делать. Можно сделать рогатку из клена. А вот поработать с красным деревом – это такая отдельная интересная история. Красное дерево гораздо гуманнее, как мне кажется, к мастеру, потому что оно легче обрабатывается, оно мягче, оно менее склонно колоться, оно гораздо спокойнее режется. И еще один очень важный момент, что на красном дереве гораздо менее заметны ошибки. Клен – это как белая рубашка. Ты в этой белой рубашке вылез, не знаю, за стол, и если у тебя одна маленькая капелька на эту белую рубашку прилетела, все, она уже не белая. С кленом то же самое. То есть на клене, во-первых, могут вылезать какие-нибудь противные черные жилки, прямо в толще. И не то, чтобы они не могли вылезать на махагоне, но на махагоне они хотя бы не так сильно выделяются на фоне вот этого белоснежной древесины. Вот. И клен, не знаю, если вы там как-нибудь его поколете, и вам придется заливать трещину, подклеивать эту трещину, потом будет немножко заметно почти всегда. Очень трудно сделать так, чтобы какие-то ваши огрехи, ошибки на клене не были заметны. Красное дерево в этом смысле гораздо больше прощает. И единственный, пожалуй, минус красного дерева, что если вы собираетесь его красить в глянец, то поскольку оно пористое и рыхлое, вам понадобится гораздо сильнее его грунтовать, порозаполнять, вот это все. А клен, в свою очередь, в общем, достаточно плотный, достаточно однородный, чтобы его не нужно было порозаполнителем проходить практически никогда. Но я обожаю красное дерево, и это очень благородный материал, с ним комфортно работать. Единственный, пожалуй, тут контраргумент, что красное дерево, скорее всего, существенно дороже клена, если это, ну, то есть, рок-маппл, может быть, везется из каких-то волшебных мест, но типичный клен стоит едва ли не на порядок дешевле, чем красное дерево, поскольку растет везде, а красное дерево растет в Африке. И, возможно, если вы не очень опытный и боитесь запороть заготовку, надо тогда брать что-то дешевое. Но, с другой стороны, тогда можно взять сосновый брус, на нем все отработать, и потом перейти на красное дерево. Красное дерево, как будто у него немножко плохая репутация в, не знаю, в среде людей, которые делают и покупают мелкосерийные гитары, красное дерево как-то вот непопулярно. Это немножко странно. То есть, есть басы с краснодеревянным грифом типа Тандерберда, есть, собственно, бесконечное количество гибсонов, есть огромное количество разных шекторов с красным деревом, есть этот ибанез, да, собственно, многие ибанезы имели тоже краснодеревянный гриф. То есть, можно сделать гриф из красного дерева, и с ним ничего страшного не произойдет. И при этом гораздо больше, на мой субъективный вкус, кайфовать при работе с ним. Но вот как-то, почему-то клён имеет очень большую популярность. Я, пожалуй, за красное, если у вас, правда, есть выбор, если вы не боитесь запороть заготовку. На сегодня всё.